Добрый день всем любителям рыбной ловли. В предыдущем видео мы подробно разобрали комплектацию, основные конструктивные особенности и моменты сборки современной лодки для рыбалки под названием Fishpacraft Tank от компании Time Trial. В процессе обзора лодка весьма порадовала своей практичностью, универсальными возможностями и малым весом, что рекомендует ее для активной ходовой рыбалки, а также путешествий по воде. Но мы пока еще знаем о возможностях Пакрафта только в теории. Конечно, хотелось бы опробовать танк на практике, непосредственно в водоеме, чтобы в реальных условиях оценить особенности данного плавсредства и увидеть все положительные стороны, ну и конечно недостатки, если такие проявятся. Для этого я решил протестировать Пакрафт в условиях малой реки, а далее выйти на большую реку с хорошим течением. Таким образом, мы сможем добиться наиболее объективной оценки возможностей лодки. Начну тестирование с применения Пакрафта в малой лесной речке, которая обладает небольшим расстоянием от одного берега до другого, водными зарослями и едва заметным течением. Итак, Пакрафт собран и подготовлен к тестированию. Усаживаю себя в лодку и начинаю движение, работая распашными веслами. Проявляются первые ощущения от нахождения в лодке, сидеть очень удобно, ногам ничего не мешает. Но обратите внимание на скорость, с которой идет лодка. Она реально высокая, при этом усталости или напряженности в руках при работе веслами не возникает. Честно говоря, я не ожидал от лодки такой прыти и столь быстрого движения по воде. К тому же весла распашного типа, что установлены в уключинах, совершенно небольшого размера. Вместе с этим активной гребли ничего не мешает. Лодка идет уверенно, а в некоторых моментах есть ощущение дополнительного набора скорости. Как вы можете наблюдать, что вещи в виде гермосумки и спиннинга внутри лодки размещаются компактно, экономя полезное пространство. Ноги расслаблены и вытянуты, а спина упирается в баллон, но при этом также расслаблена и отдыхает. Возникает ощущение релакса. Уточню важный момент, касающийся как раз спины и расположение рыболова в лодке. Дело в том, что производителям при конструировании по крафту были проработаны элементы, отвечающие за наибольший комфорт. То есть, чтобы рыболов мог находиться в лодке на воде как можно большее количество времени, но при этом как можно меньше уставал. К таким элементам относятся удобная сидушка из ПВХ под названием подкова, утолщенный баллон лодки, повторяющий анатомию спины. Низкая посадка вплав в средстве, что обеспечивает возможность в буквальном смысле развалиться в пакрафте, как в кресле. Неудивительно, что в таких условиях, даже отрыбачив с пакрафта несколько часов подряд, усталость практически не чувствуется. То есть, просто рыбачишь, получаешь удовольствие от процесса ловли. Но вернемся к гребле. Я опробовал способ работы распашными веслами, лично для меня он представляется весьма комфортным. А сейчас проведу эксперимент с байдарочным веслом. Попробую грести уже с его помощью. Посмотрим, что из этого получится. Собираю байдарочное весло. На это уходит всего несколько секунд времени. Грибу уже непосредственно им. На самом деле, байдарочная гребля является не менее продуктивной, но вместе с этим более энергозатратной. При этом такой подход заставляет работать не только руки, но задействовать весь корпус, в том числе мышцы спины. Все это, конечно, неплохо, но лично для себя я бы предпочел греблю распашными веслами. Здесь мы видим минимум усталости, возможность достижения максимальной скорости, вместе с этим прохождение больших водных расстояний с большей эффективностью. Конечно, ожидаемо возникает вопрос, зачем в таком случае по крафту танк байдарочное весло? Раз распашные весла так хороши. Спешу вас заверить, что байдарочное весло по крафту необходимо. В некоторых случаях оно очень сильно расширяет возможности лодки. Сейчас я продемонстрирую эффективную работу байдарочным веслом на практике, обозначив всего лишь один из возможных вариантов применения. Смоделируем ситуацию. Представим, что нам довелось рыбачить в сильно заросшем водной растительностью водоеме. А в процессе рыбной ловли возникла потребность оперативно преодолеть густые травянистые заросли, чтобы продолжить рыбалку за ними. Ради эксперимента постараюсь пройти их, применяя распашные весла. В результате, как мы можем наблюдать, сколько бы усилий я не задействовал, у меня решить данную задачу не получается. Весла предсказуемо запутываются в траве, что сводит все усилия по прохождению травянистой преграды к нулю. Но я не сдаюсь и вновь пытаюсь пройти препятствие, но уже применяя байдарочный тип весла. Набираю скорость и лодка уверенно устремляется сквозь естественную водную преграду. Сначала покрафт идет без особого напряжения, но чем больше травы он подгребает под себя, тем сильнее ощущается торможение. Прилагая усилия, применяя байдарочное весло как точку опоры, я все же задаю лодке темп для прохождения зарослей. Как мы видим, лодка, пусть с некоторым усилием, но все же движется сквозь траву. Таким образом, виляя из стороны в сторону, покрафт прокладывает себе дорогу даже через весьма заросший участок водоема. Еще буквально одна минута и у меня получается выйти на открытое водное пространство реки. Эксперимент с байдарочным веслом считаю удачным, но главное теперь наглядно видно. Преимущества байдарочного весла над распашным в такой нестандартной ситуации. Теперь самое время перейти к следующему тестированию покрафта танк, но уже в условиях рыбалки. Особенно мне было бы интересно посмотреть, как в реальности получится реализовать спиннинговые забросы приманки и непосредственно сам процесс ловли. Извлекаю коробочку с приманками из сумки, закрепленной на носу и начинаю подготовку к спиннинговой рыбалке. Затем извлекаю спиннинг из стакана и совершаю первый заброс воблера. Сразу отмечаю, что заброс приманки осуществляется с покрафта обычным способом. При этом ничего не стесняет движение руки, а вместе с этим спиннинговой снасти. При весе всего в 4 грамма приманка летит на приличное расстояние, а сам процесс проводки удобен. Отрывачив таким образом порядка трех часов, отмечаю, что именно такая ловля оказалась для меня очень комфортной. Находиться в покрафте удобно, совершать забросы приманки легко, тело не устает. Присутствует четкое ощущение, что расслабляешься сидя в кресле, но только на воде. К сожалению, рыба сегодня не радовала меня поклевками, но зато зацепил воблером старую сеть. Браконьеры видимо бросили и забыли о ней. В сети оказался живой крупный линь, отпустил его обратно в реку. Теперь переходим к испытаниям покрафта в условиях большой реки. Здесь расстояние от одного берега до другого гораздо дальше, не менее 300 метров. Река Вятка обладает хорошим течением, что для тестирования лодки будет очень кстати. Так как я уже продемонстрировал, пусть и вкратце, подход к рыбалке с покрафта, сейчас было бы полезно посмотреть, как он ведет себя на течении. Вновь усадил себя в лодку, начинаю движение в сторону противоположного берега, применяя распашные весла. По моим наблюдениям на веслах лодка идет все также легко и уверенно, не снижая скорость движения, а наоборот постепенно набирая. Задействую байдарочное весло, сразу нагрузка на грудь, руки, корпус возрастает, но эффективность гребли при этом не снижается. Сейчас иду по участку реки, где присутствует наибольшее течение. Здесь можно заметить, как лодка уверенно преодолевает поток воды и, подобно танку, движется даже в таких условиях. Вот так можно идти на лодке в прогулочном режиме, применяя ее не только для рыбалки, но и для приятных прогулок по воде. Из вышесказанного могу сделать вывод на основании полученных мною впечатлений о лодке данного типа. Пакрафт обладает хорошими ходовыми качествами, небольшим весом, прочным материалом ПВХ, комфортными размерами, приличной вместительностью. Но главное, танк позволяет действительно отдыхать и наслаждаться процессом рыбалки, путешествовать по воде в максимальном комфорте. В процессе тестирования, при всем моем желании, я не смог обнаружить недостатки. Лодка действительно универсальна. По этой причине смело рекомендую пакрафт-танк рыболовым, охотникам, туристам. На этом данное видео подошло к концу. Всего вам доброго и до новых встреч!